Здесь уже не пытаются вылечить болезнь, но делают все возможное, чтобы облегчить боль физическую и душевную. В момент прибытия нашей съемочной группы главврачу сообщили, скончался еще один больной, но смерть уже не пугает тех, кто сознательно выбрал местом своей работы хоспис. В холле нас встречает икона великомученика Пантелеймона, покровителя больных, и аквариум с разноцветными рыбками. К слову, в этом здании много картин, цветов и предметов интерьера. Уют создавался в прямом смысле руками главного врача. У нас в основном находятся пациенты с онкологической патологией, в тяжелом состоянии. Имеются пациенты после перенесенных инсультов, тоже лежачих, много больных. То есть люди, которым непосредственно нужен уход, симптоматическое лечение, наша забота. Мы стараемся создать для наших пациентов здесь второй дом, потому что хоспис с латинского переводится «гостеприимный дом». Нелегкая судьба досталась Марии Браченя. Она, ветеран Великой Отечественной войны, помнит начало и окончание военных событий. Рана стала сиротой, но рук не опускала, трудилась и не позволяла себе унывать. Лечилась в различных санаториях и лечебницах. Однако такого душевного отношения, внимания и заботы, как в хосписе, не встречала нигде. На протяжении всей жизни Бавлеев давно, но такого отношения я не встречала. Первое, что душевное отношение, человечность. Даже чего стесняюсь в другие разы попросить, стремлюсь сама, но догадывается быстро, они уже научены, они знают наши нужды и заботы. Главная ценность хосписа, его сотрудники – это люди с большой душой, способные вместить боль другого человека. Вот где исполняются на деле слова заповеди о любви к ближнему. Неудивительно, что на территории учреждения есть часовня, где еженедельно проводится богослужение. Основой духовной заботы является желание помочь больному увидеть свой недуг с другой стороны, принять ситуацию и обрести внутренний мир. Именно вот уют чувствуется, наша палата очень такая хорошая, люди так душевные, поэтому все хорошо у нас. Особенности в том, что преимущественно у нас живут, находятся на нашем лечении, уходе пациента с тяжелой патологией, которые нуждаются не только в медицинской помощи, но им помогает доброе слово, какая-то улыбка, либо хорошее настроение наших сотрудников. Понимая, что в первую очередь это здоровье, а все остальные ценности здоровому человеку достичь намного проще, чем когда человек болен. Поэтому все приоритеты в жизни, конечно, да, они поменялись.